Сегодня найти мастерицу, умеющую вязать настоящие бештинские сапожки – дело непростое. К сожалению, ремесло предков молодёжь перенимать не спешит. А когда-то они были обязательным атрибутом в приданном горянке. Хакка – название у них такое же сложное, как и техника вязания. Ашура Магомедова унаследовала ремесло от мамы. Впервые она взялась за спицы в 13 лет. Только через 5 лет каждодневного труда появилась лучшая пара, и в ней она вышла замуж. За свою жизнь связала их столько, что не пересчитать. Вязание сапога уникально и тем, что состоит из нескольких частей. В первую очередь делается вот этот язычок, мицу называется, потом рачо называется верх. Это сейчас бештинские сапожки, музейные экспонаты и элемент национальной одежды, в которой выходят в свет по особым случаям – народным праздникам. В прошлом они были повседневными, рабочими и парадно-выходными. И носили их круглый год и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины. Мама вязала сыну. Бывало так, что тёша тоже, уже как подарок после, это был какой-то знак. Знак того, что принимается зять в семью, тоже был подарок зятю после свадьбы. Когда-то, чтобы связать вот такие сапожки, приходилось идти за горы в Грузию. Оттуда привозили специальные спицы и нитки, и вязались они даже из нитей кокона шелкопряда. За материал расплачивались шерстью, чаще сыром, а нити окрашивали природными красителями. Малика Курбанова, ННТ, Бештинский участок.